Здравствуйте! Вы смотрите интервью в студии Ян Ермешев. И сегодня у меня в гостях человек, которого можно смело назвать одним из самых известных в Красноярске учителей начальных классов, при том он стал известным совершенно случайно для себя. Попалось его видео в социальных сетях. Вот сегодня у меня в студии Иван Бирюков, учитель начальных классов средней школы номер 30 города Красноярска. Иван Сергеевич, здравствуйте! Здравствуйте! Я хочу, прежде чем мы начнем беседовать, показать нашим зрителям вообще повод, который стал поводом, что мы пригласили вас себе в гости. Итак, давайте посмотрим. Здравствуй, дорогой Ваня! Надеюсь, ты помнишь, что меня зовут Иван Сергеевич. Совсем скоро я стану твоим классным руководителем. Я записал это видео специально для тебя, чтобы поддержать тебя перед днем знаний. Ты входишь в новый учебный год уже в рамках первоклассника. А это очень большая ответственность. И вот таких обращений Иван Бирюков для своих первоклассников записал целых 33 по количеству учеников, да? Да, все верно. Все верно. А как вообще идея-то родилась? Идея родилась на самом деле очень спонтанно. Захотелось как-то детей поздравить. Появилось немножко времени. Время немножко для 33-х человек. Да, немножко совершенно, потому что перед учебным годом такая суета начинается. И вспомнил, что родители мне летом прислали видеозаписи, как они работают. Это было их домашнее задание. Как они играют с детьми в развивающие игры. То есть, ну, конечно, прислали не 33 человека, чуть меньше прислали, потому что тоже все занятые. Вот. И я решил им как бы дать ответ, ответное видео на вот их записи. Слушай, это вы, вот сейчас было видео, да? Вы обращаетесь по имени. Это же не одно, ну, как бы это, каждому по имени. Притом, вы говорите там, в некоторых видео я слушал, да? Твои брат и сестра, наверное, тебе уже объяснили. Вы правда выясняли про каждого, где у него брат и сестра? Ну, конечно. То есть, мы с родителями многими общались до этого. То есть, у нас было 3 или 4 собрания перед первым классом. То есть, мы много что выясняли, какие-то вопросы. И я даже знал, ну, и знаю имена некоторых там братьев. Все потому, что с ними в школе общаюсь много. То есть, потому что школа маленькая и много очень детей, семей многодетных. А сколько детей в школе? 278, по-моему, 8. Школа маленькая. Она совсем маленькая, 278. Да, она находится территориально на Удачном. То есть, она одна из самых маленьких школ Красноярска. А сколько первых классов? Первых классов у нас в школе один. И это ваш первый класс? Да, это мой первый класс. Слушайте, вообще, а как вы вообще, ну, всегда считается, что начальный класс – это вообще не мужское дело? Ну, возможно, потому что это очень такой, на самом деле, тяжелый труд. И многие там девушки с ним справляются просто, а парни, они не такие, может быть, какие-то перфекционисты такие, как-то пунктуальные, ответственные. Я это тоже, на самом деле, себя не очень ответственным считаю, потому что часто что-то забываю. Но у меня вот уже на протяжении нескольких лет есть там ежедневник, постоянно что-то записываю туда, какие-то задания. Вот каждый день уже выработал привычку открывать его, смотреть. Не мужское дело однозначно, потому что, ну, с другой стороны, это интересно. Много детей у нас приходит, у которых только мама, нет папы, например, в школе. И вот, например, для четвертого класса, которых я выпускал, я там некоторым замечал отца, например. То есть это прям вот не хватало и мужской вот этой силы, не хватало этого мужского слова, мужского взгляда на какие-то некоторые вещи. И у меня вот организовалась очень хорошая такая мужская банда, у меня там был мальчуковый класс, парней было очень много. И вот они прям все тянутся, и я до сих пор в шестопятом классе у них преподаю еще урок литературы. То есть три часа в неделю вот сначала с первоклассниками позанимался, а после иду к своим выпускникам. Вернемся к первому классу. Второе сентября, и вот они все 33 приходят в школу. Все это, как вы сказали, банда, да? Вот ожидания, то, какими они были на видео, и какими они предстали вот здесь, какое было состояние? Вот первое впечатление от детей, оно какое было? Дети нарядные, красивые, пришли с цветами, из-за цветов не видно. Нет, хорошо, родители. Начался на линейке, у нас на улице было на линейке, начался небольшой дождик. То есть ходил, да, мне кто-то из отцов дал огромный зонт, там человек 10 под ним спрятали, стоял, держал. Был ответственный за какую-то часть линейки и волновался, одной рукой читал сценарий, одной рукой держал этот зонтик. Ходил детей, подбадривал, говорю, ребята, сейчас мы там танцуем, готовим танец. Нормально, дети хорошие, мы с ними очень много работали, например, с танцорами. Там было 5-4 человека танцоров, мы с ними хорошо репетировали, каждый день почти встречались. И, ну, вы танцуете? Это такая импровизация была. Ну, учитель начальных классов, он тоже много умеет на самом деле, практически все, и петь, и танцевать. Плохо пою, но вот насчет танца у меня не было чувства ритма, наверное, до того, как вступил в началку. Сейчас постепенно разрабатываю его себе с учителем музыки, очень хорошо мы сотрудничаем. Вот, меня даже сейчас сделали педагогом-организатором в начальной школе, то есть концерты какие-то сделать, помогать уже заучу по воспитательной части. Ну, вот, понятно, что вы, Филипп, третий-четвертый класс детей, и вот сейчас первоклассники. Они пришли из детского сада. Вот в чем, скажем так, особенность первых дней работы с ними? Что самое трудное? Самое трудное, это то, что, ну, они практически вообще ничего не умеют, для них это все в новинку. Они пришли, и многое, что нужно объяснять. Казалось бы, какие-то простые вещи, которые понятны всем, да. Вот это для меня тоже вызов некий. Когда мы сегодня объясняли, там вопрос был такой, что такое текст, это стихи или проза. И они не знают, они поднимают знак вопросика, мы не знаем. Я говорю, хорошо, давайте разбираться, и кто знает, что такое стихи? Они учили на 1 сентября на линейку многие стихотворения, и они начали сами рассказывать. Я говорю, ну, давайте понимать, что отличия, и они не могут объяснить. Для них много слов непонятно, они знают, что такое информация. Я говорю, что такое информация? Полкласса руки подняли, начинают спрашивать, а объяснить они не могут. Информация – это информация. Вот как-то вот так они объясняют, и ты должен подобрать такие слова, которые были бы им понятны. А как удержать их внимание? 33 человека маленьких, которые… Ну, у меня дочка 9 лет. Я знаю, что такое 9 лет, это я не могу с ней совладать. С одной не могу совладать, а тут их 33. Да, ну, это очень тяжело. Мне все учителя ходили и сочувствовали. Да, потому что у нас был один год, 34 набрали, да, детей, но потом их как-то там четверых после уроков начали привозить. Я сразу родителям, например, с сентября сказал, это мой первый класс. Они так посмотрели. Я говорю, есть желание устать и выйти. Никто не стал, не вышел, да. То есть, наоборот, даже прибавились. И многие по совету, потому что знали, как я работал с четвероклассниками, ну, многие общаются там, но удачно, очень тесно. И прямо говорили, нет, мы вот хотим именно к вам, Иван Сергеевич, чтобы вы с нашими детьми занимались. Потому что была идея, что сделают два первых класса. Вот, и они сказали, только к вам, только к вам. И вот ходили на дошкаленок, мы идем к вам, лучше привык, все, мой ребенок хочет только к вам. А это доверие, вот оно, как скажем, ведь доверие может сыграть в две стороны, да? Оно может окрылять, а с другой стороны может сильно надавить. Это безусловно, это безусловно. То есть, меня сейчас родители очень сильно поддерживают. После первых трех дней в Вайбере писали, мой Данил только к вам хочет идти, он хочет в школу. Моя Арина не хотела учиться вообще, вот сейчас в школу, в школу, в школу. И я понимаю, что произойдет, например, какой-то урок, какой-то день, что перевернется вот прям наоборот. И, возможно, эти же родители напишут по-другому. И поэтому все понимаем, конечно, ответственность громадная. Я вот пока на этой эйфории первых дней, конечно, рад. Не знаю, как пойдется дальше. А двойки легко ставить или нет? Первый класс без двоек. Нет, я понимаю, нет, это первый класс. Я знаю, первый класс это в этом отношении, да. Но вот у вас же был опыт. Четвертому легко. Какого? Да. Они у меня такие талантливые были, что я их двойками раз-раз, они приходят, исправляют. Хорошие дети. Просто по-другому не учились. И вот приходилось порой эти двойки выставлять, чтобы, естественно, они не шли в журнал. То есть это было дисциплинарное оценка больше, нежели оценка знаний. Конечно. И причем это был подход достаточно индивидуальный. В плане того, что есть ребята, которые могут выучить стихотворение, рассказать так. Но для него это будет... Ну, очень плохо. Но для него это будет... Он выходил почти впервые. У меня там мальчик был с ОВЗ, ограниченные возможности здоровья, да. И он вот, когда я пришел в третий класс, он до этого вообще стихи не рассказывал. То есть... А я задал стихи и говорю, все, все учим. И он выходит, и все такие дети просто сидят. Он вышел рассказывает стихотворение. Я такой, давай. И он решил просто, потому что новый учитель, нужно показать себя с новой стороны. Он выучил, рассказал. Рассказал достаточно так, не очень, но я ему поставил четверку, потому что для него этот уровень просто был нереальный, изооблачный. И он дальше начал стремиться. То есть вот эта какая-то четверка для него стала каким-то неким стимулом, мотивацией для дальнейшей учебы. То есть, в принципе, он закончил достаточно неплохо. А современные дети, они сильно отличаются, допустим, от вашего поколения? Вы себя что же вспоминаете, когда вам было 7 лет? Да, да. Сильно отличаются? Ну, наверное, первый класс, наверное, еще не обратил внимания, наверное, вот этого отличия. А в целом, конечно, дети отличаются. Огромный поток информации, который, в принципе, наверное, во многом им не нужен. Они забивают им голову, читают им интернет. На уроках они практически не слушают учителя в плане того, что если им это не интересно, они понимают, что вот сейчас, что мы там проходим за клички? Прямо там бассейн. Что проходит? Ну, за клички, приговорки, про солнышко, про зайчика, вот такие есть устно-народное творчество, да? Ага. И они думают, зачем же нам это надо? И многие выпадают из этой среды. Но когда ты пытаешься чем-то их заинтересовать, то есть пытаешься там... Слушайте, ну это каждый день нужно быть интересным. Да, безусловно. И каждый день нужно быть интересным ни одному человеку, ни двум, а больше, чем тридцати. Да, да. Ну это, на самом деле, мы все прекрасно понимаем, для всех хорошим ты не будешь, да? Где-то стройкость... Да, понятно. Сколько вы тратите времени на подготовку к занятию? Часа полтора-два точно сижу за занятиями, это не считая проверку вот этих тетрадей и всего остального. То есть чисто подготовка... То есть чисто обновить материал, который... Конечно, да. То есть, возможно, какие-то инструменты я беру с одного урока постоянно. А так приходится готовиться. А кем вы хотели стать в детстве? Ой, тяжелый вопрос. У меня папа был милиционер тогда еще, да, то есть сейчас с полицейским. Но вот первое время я даже написал сочинение про работу папы, и я думал, все, я вот хочу быть как он. Но почему-то классно, наверное, к девятому. Ну, я вот решил, что нет, все-таки это тоже тяжелая профессия, и я туда не очень хочу идти. И решили выбрать полегче в учителя. Педагогический пошел, да. Пошел педагогический. Очень легкая профессия. Очень легкая профессия, как оказалось. Сейчас мы с вами разговариваем. Сейчас, да. Я понимаю, что это не очень легкая профессия, конечно. Но, тем не менее, все-таки вот больше в этой профессии радостных моментов или тяжелых? Однозначно ответить тяжело. Больше радостных, когда работаешь непосредственно с детьми. Когда приходится работать непосредственно с бумагами, с отчетами, с новыми приказами, с новыми какими-то заданиями, которые, в принципе, непонятны для многих учителей. Когда делаешь один отчет по 10 раз, переделываешь его постоянно. То есть, вроде только что сдал, нужно еще один. Это, конечно, немножко напрягает. То есть, по сути, у тебя свои какие-то дела есть. Дети, общение с родителями. А тут приходится вот это делать все равно. У вас есть свои дети? Своих детей у меня нет. Ну, вот все-таки, а своих детей хочется после того, как вы пообщались с юным поколением? Да, мне хочется своих детей. Все так потом планируем, думаем. Ну, пока какая-то жизненная ситуация тяжелая. Нет, вполне. Это вообще нормально. Я вот недавно думал, мне 28 лет. По сути, мой ребенок мог уже идти в первый класс спокойно. Вот, 21 год, думаю, нормальный был бы возраст. И я бы уже был папой. Возможно, ко мне бы пришел. Ну, на самом деле, не хотел бы, чтобы мой ребенок был в моем классе, учился. Это так достаточно, так ответственно. И для ребенка такое напряжение, мне кажется. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. Я хочу пожелать вам удачи, пожелать удачи вашим детям. И мне было очень приятно с вами общаться. Спасибо большое. Спасибо. Иван Беряков, учитель начальника класса в средней школе номер 30 города Красноярска. Сегодня был у нас в гостях. Итак, первая учебная неделя завершена. Всем ученикам и учителям удачи в новом учебном году. Субтитры создавал DimaTorzok